Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне, Коке, о маме, ну в общем всех-всех-всех вместе взятых. Первое, что хочется отметить, я посмотрела один из видосов, где Самвел кричит, что все, я уже спокоен и даже больше ничего не боюсь. То есть ракетных ударов, уже он, скажем так, привык к этому всему и спокойно это переносит. У меня возникает вопрос, отчего тебе неспокойно это переносить? Ребята, вы знаете, меня просто вот как-то это удивляет, потрясает что ли, да, то есть он привык к сиренам. Он, наверное, недопонимает ситуацию, которая происходит. У нас при сиренах мужики в поле, да, поля орают, засаживают их для того, чтобы было что есть. И никого уже не тревожат эти сирены. Единственное, в чем я могу с ним согласиться, как бы, ребят, ужасно это ни звучало, но действительно к этим сиренам привыкаешь. Привыкаешь и понимаешь, что нужно жить дальше, нужно работать, обеспечивать, содержать свои семьи, да, помогать людям, которые в этом нуждаются. Потому что если ты не будешь работать, у тебя не будут возможности физически, да, финансово в том числе, как-то поучаствовать, помочь и поддержать тем, кому это нужнее. Но в случае с Самуэлом, да, меня поражает человек, который говорит, я уже ничего не боюсь, но продолжает бегать в эти убежища. Первый возникает вопрос, да, это хорошо, когда у тебя есть свободное время, туда-сюда побегать, туда-сюда обратно, а у Божи как приятно называется. Потому что в большинстве случаев люди, которые работают, они не бросают свою работу и не бегут при каждой сирене прятаться, понимая, что работа должна продолжаться и работа должна делаться. Я вот смотрю, например, да, многие из вас знают, что я живу в селе, я смотрю, что происходит в селе, люди сейчас массово садят огороды, мужики-трактористы в полях засаживают все, обрабатывают. В общем, жизнь идет полным ключом, потому что понимает каждый из нас, какая на него сейчас возлагается ответственность. И очень важно, чтобы все работали как слаженный какой-то, да, единый механизм, потому что именно от этого будет зависеть, сколько людей мы сможем накормить. А здесь, да, бегает вот этот вот Божий одуванчик со вторым Божьим одуванчиком, которые по факту нихрена не делают, целый день валяются в кровати и рассуждают о том, что они уже привыкли и все у них типа хорошо. Второй момент меня, который тоже как-то так вот странно задевает, если ты уже привык, если все уже настолько хорошо, почему у тебя до сих пор проживает Кокки? Уже пора мальчика все-таки отселить к себе домой, отправить, так сказать, во своясе. И вообще вот эти два героя меня в этом плане, ребят, поразили, да, собрались на Карла Маркса и друг другу задницы подогревают ночами, спят в обнимочку. При этом при всем у одного есть мама, да, которой по идее очень важно сейчас участие сына, а у второго есть родители и бабушка. И вот они вместо того, чтобы находиться рядом с ними, так сказать, их поддерживать, успокаивать, вселять какую-то уверенность в то, что все будет хорошо, они находятся друг с другом и именно в друг друга это все вселяют. Теперь понятно, кто на самом деле им дорог. Кока любит себя, ну и где-то там Самвелла, а Самвелл любит Коки и где-то там себя. Ну, по крайней мере, в моих глазах это выглядит именно так. Вот реально, ребята, валяются два мужика в кровати и ничего абсолютно не происходит. И вот смотришь на это все и становится в какой-то мере даже противно. Либо такие сырливые, либо уже нашли повод в открытую объявить о том, что мы типа пара и поэтому мы находимся вместе. И опять-таки никогда не забуду тот момент, когда Самвелл рассказал о том, что их не берут в территориальную оборону по той простой причине, что вот глядя на них посмотрели и сказали, что вы без подготовки, поэтому мы вас не возьмем. Ребята, это очередная ложь, потому что по большому счету в территориальной обороне, в разных этих громадах, которые там следят за мародерством, за тем, чтобы не нарушался комендантский час, стоят обычные ребята без военных подготовок, непрофессионалы, которые в реальной жизни, я не знаю, там, грузчики, дальнобойщики, торговые менеджеры, какие-то представители, в общем, обычное население людей, которые смотрят, да, охраняют, скажем так, помогают полиции охранять тихий сон и спокойствие людей, охраняют то жилье, которое люди покинули, выехав, да, чтобы его как бы не разворовали. Но вот глядя на Самвелла и Коки, посмотрели, да, и сказали, что вы нам не нужны. Ребята, я вам честно говорю, я, в принципе, понимаю, почему они не нужны, потому что эти, да, при любом каком-то малейшем шорохе, просто штаны, я не знаю, наложат, навалят, как правильно сказать. Я вот так, глядя по Кокиным штанам и понимаю, почему у него постоянно мотня отвисла. Это уже, наверное, под грузом, что все штаны у него настолько растянулись, да, что они просто свисают. Ну и опять-таки, вой ночной сирены, Юля звонит и кричит, это не шутки, бросайте все, бегите, да, в это бомбоубежище, пересидите там. И вот я представила людей, да, ну, конечно, эти оба подорвались и быстренько побежали, а я представила людей. Ребята, кто не из Днепра, я объясню, как это происходит. За ночь, вот, последние несколько ночей были достаточно спокойными. До этого за ночь может быть три тревоги, четыре тревоги, может быть одна протяженная тревога, там, три-четыре часа. Могут быть тревоги по 40 минут, по 50. И вот представьте, да, работающему человеку, которому завтра выходить реально на работу и смену отработать где-то, вот так вот ночь туда-сюда побегать. Люди остаются в своих кроватях, потому что физически не могут себе этого позволить. Они работают, плюс нервные, да, вот это вот истощение, напряг, стресс, тревога, паника и еще бегать туда-сюда, то есть когда в таком случае людям работать. А здесь вот, вы знаете, просто нехрен товарищам делать. Юле нехрен делать, она бегает и эти вдвоем бегают. Потому что если бы им нужно было на работу и еще бы они переживали, да, вот это вот состояние внутри себя, они бы валились с ног, они бы даже не слышали реально ни одной тревоги. Но я вам говорю, как такой же самый человек, который живет в том же самом Днепре и прекрасно слышит и видит, что происходит. Ну и далее, конечно же, вот этот момент с приездом к маме. И в очередной раз мама пытается узнать, сколько же Самвелу отправили денег. Вот действительно, война войной, а у человека вопрос жизни и смерти, сколько прилетело денег. Вы знаете, ребята, таких алчных людей я не встречала. Я вам хочу сказать, да, что жизнь у каждого из нас вот с 24 февраля, да, с начала войны разделилась на до и после. И я хочу сказать лично за себя, за своих близких, за своих друзей, знакомых. Поверьте, все вот эти вот финансовые моменты у всех давным-давно отошли на второй план. Ты больше не ставишь перед собой вот эти цели, я не знаю, там, купить новое жилье, купить новую машину, поменять какой-то очередной гаджет, купить новую тряпочку. Совершенно сейчас другая переоценка ценностей и совершенно другие цели. Утро у каждого начинается с того, чтобы узнать, как его родные и близкие люди поживают, все ли с ними хорошо, как у них прошла ночь. И я смотрю даже по людям, да, вот нет вот этого задора, запала. Может быть, в какой-то степени это и хорошо, потому что на самом деле мы поняли, что в этой жизни важно, то, чем нужно дорожить, какие цели, нужные приоритеты по жизни расставлять, да. Не гнаться за чем-то вот этим вот призрачным финансовым, а гнаться все-таки за внутренним, за внутренним миром, гнаться за общением со своими родными, близкими, друзьями. И начинать ценить то, что мы имеем. Но мама – это совершенно другой контингент людей. И я все-таки хочу надеяться на то, что это самый вот меньше, да, такой вот процент людей в нашей стране. Потому что, когда идет война, ты в то же время плачешь, как тебе чуть ли там не всех жалко, но при этом самое главное на повестке дня, сколько же сыну твоему прислали бабосов. Это, конечно, нечто. Ну и начинается, он там пошел, Зине какие-то продукты купил, и у мамы тут же, а что ты, Зине купил? Действительно волнуется, чтобы не переплатил, не, скажем так, перемотивировал саму Зину. Потому что в следующий раз вдруг придется такой же самый продуктовый пакет собирать. С учетом того, что он помог Зине, ребята, почитала комментарии, такие восторженные, какой Самвел молодец. Ребята, простите, а сколько Зина делает для его мамы? Сколько Зина бегает, нападай, принеси, и даже ее простыни с ранками стирала руками. Человек это заработал, человек это заслужил, и ни хрена героического Самвел в этом не сделал. Если бы он нанимал маме помощницу по дому, которая бы выполняла эти функции, я думаю, это вышло бы дороже, чем продуктовый набор, который он собрал Зине. Потому что человеку нужно было бы платить регулярно. А Зине там раз в полтора-два месяца пакунки купил, и на этом спасибо, еще и благодарит. И опять-таки еще это записал и заработал на этом деньги. Ну и опять-таки Самвел маму озадачил тем, что нужно позвонить бывшей подруге Светлане и узнать, как она может быть нужна какая-то помощь. Но мама сказала, звонить не будет, потому что в свое время Света посмела ее укорять тем, что она общается с Маринкой и ждет ее исключительно из-за красной икорки. И мама объяснила, что Света не права. Если мама захочет красную икру, Самвел ей в любой момент купит. Хотя я не знаю, в чем, допустим, Света не права, потому что все прекрасно понимают, что ТВ это очень алчный, жадный, мелочный человек. Она никогда своего не упустит. И если эту икорку можно получить на шару, зачем упрашивать Самвела? Самвел может купить, а может и нахер послать. А здесь гарантированно Маринку потерпел и икорку в ответку получил. Ну и дальше, ребята, поразила меня опять-таки тема доната, как ТВ накрыла, что прикиньте, по 500 бакинских перепадет Игорю и второго, забыла, Алексею, вот, вспомнила. По целых 500 долларов с этого доната уйдет. У мамы шок. Опять-таки, ребята, все остальное сказала донатящая сторона, потратить Самвелу на себя. И как она вообще посмела забыть про маму? Вы прикиньте, кто такой Алексей, кто такой Игорь по сравнению с мамой? То есть, получается, им прислали, а где мамы на часть, где ее 500 долларов, маму набрили. Ну и, конечно, начинаются вот эти тонкие намеки, маленькие, да, на большие обстоятельства. Там хоть 10 тысяч долларов было, Самвел объясняет, не было. И мама подытожила, значит, было 5-7 тысяч долларов. Плюс-минус, конечно же, этих денег хватит. Ну и опять-таки, мама была в шоке, как это Самвел смеет с этих денег тратить деньги на благотворительность. Вы знаете, ребята, вообще, я не знаю, в моем понимании это как-то так вот, ну, даже не буду говорить дешево. Это как-то, я даже не знаю, не могу подобрать вот это слово, потому что, наверное, его нет в природе, чтобы описать вот те эмоции, которые во мне бурлят. Как можно помогать людям, покупать им продукты, понимая, сколько людей осталось в беде. И на этом еще как-то вот так подлинненько, гнусно пилить контент. Вы знаете, ребята, к нам сейчас в село заехали люди-переселенцы, люди-беженцы. То, что они рассказывают, это страшно. И у меня, например, даже мысли не хватило снимать свою помощь на камеру или их, да, снимать, чтобы показать, что вот они есть. Посмотрите, какая я крутая, какая я хорошая, как я помогаю. Главное, хвалите меня, хвалите. И еще раз хвалите. Вы знаете, мне кажется, это все-таки удел каких-то закомплексованных, ничтожных людей, которым важно, чтобы их толпа, да, поддерживала, нахваливала, какие они типа в эту трудную ситуацию молодцы. Ну, ребята, как-то вот мерзко и гаденько. Ну и, конечно, мама тут же включилась в игру и кричит за то, что делает ее сын, его нужно уважать. Мамо, вы забываете, что сейчас это делают миллионы людей, но почему-то о них вы даже не вспоминаете. То есть то, что делает кто-то, это уважение не заслуживает. А то, что ее сынишка помогает и пилит на этом контент, в ее понимании все его должны уважать и низко в ноги кланяться за то, что он делает. Ну, то есть, понимаете, вот какая мама, да, какие-то гнусные людишки, такие вот мелкие людишки, мелочные. Это нужно ценить. Это действительно, я не знаю, святейший человек перед нами. Ну и подытожила мама, что хватит раздавать направо и налево, хватит помогать. У всех, у кого есть дети, у этих молодых баб есть пособие, а у стариков есть дети. Пусть они напрягаются и думают, как кормить и обеспечивать собственные семьи. Мамо, молодец. Вы, как всегда, отличились, как птица-говорун, умом и сообразительностью. И, конечно, своей широкой и щедрой душой. Ну и мама раскрыла все карты, рассказала о том, что Кока с Юлей свои не отдают, отдают чужие и не тратят столько, сколько тратит Самбел. Вот и реальное разоблачение Коки и Юли. Потому что мама владеет ситуацией, как никто, что и требовалось доказать. Они ждут денег людей и на эти деньги благополучно совершают добрые дела и помощь. И вот так выглядит настоящая вот эта вот волонтерская движуха. Ребята, вы знаете, если бы не было денег, я бы это понимала. Но люди, которые зарабатывают и не хотят участвовать в этом за свой счет, ну для меня как-то гаденько точно так же выглядит. Ну и подытожила мама, что на Ютубе их все обосрали. Мама, вы сами обосрались на Ютубе. Не Ютуб вас обосрал, а вы все сделали собственными ручками. Благодарите своего сынишку. Ну и опять-таки, ребята, да, я на это посмотрела и хочется сказать одно. Вот какие-то мерзкие люди, мерзкие и гадкие, даже в этой ситуации умудряются думать исключительно за свои шкуры. Чтобы побольше урвать и оставить у себя в кармане, а не поделиться с кем-то. Ну вот так для меня сегодня выглядела эта семейка Адамсов. Конечно же, продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь, ребят. До новых встреч!